Уважаемый Михаил Владимирович, очень рад, наконец-то относится, опять-таки, потому что из-за коронавируса уже несколько наших вопросов были отменены, и, конечно, очень много вопросов двухсторонней повестки наших отношений. Я думаю, что наши отношения между Арменией и Россией, которые носят союзнический стратегический характер, они развиваются планомерно. Конечно, у нас очень насыщенная повестка. 2019 год был очень результативным, потому что впервые за всю историю наших стран товарооборот привисли 2 миллиарда долларов, и за 2019 год мы имели 14% роста. В январе-феврале этот темп продолжался, но, к сожалению, в связи с коронавирусом мы потеряли темп, но я уверен, что мы очень скоро это восстановим. И так получилось, что наша встреча совпадает с ростом напряженности на армяно-азербайджанской границе. И я надеюсь, вы проинформированы, что пока что неизвестно, как и почему, но азербайджанские войска решили атаковать границу Армении. Я проинформирую вас про это событие и про текущую ситуацию. И я хочу подчеркнуть, что эти события происходят на фоне подстрекательства третьей стороны, и это нужно еще понять, кто в чем и зачем заинтересован. Я думаю, что это тоже очень важная тема, и мы сегодня обсудим еще и этот вопрос. Спасибо, уважаемый Николай Ваваевич, я тоже очень рад вас видеть. Мы встречались с вами и на предыдущей нашей встрече в Алма-Ате в январе, и обсуждали неоднократно наши двусторонние отношения. Конечно, к огромному сожалению, пандемия внесла коррекции в развитие нашего сотрудничества, в том числе и с Арменией взаимно. Товарооборот, как вы сказали, немножко снизился, и в частности с января, по-моему, это фиксируем из-за объективной причины коронавируса. Но я очень надеюсь, что совместными усилиями мы выйдем на устойчивый рост уже к концу года, и для этого, мне кажется, есть все предпосылки. То, что касается наших культурных, духовных, исторических связей с Арменией, то, без сомнения, мы продолжаем все мероприятия, которые у нас намечены в этой сфере. Я очень надеюсь также на то, что мы после сегодняшнего обсуждения практически решим вопросы, связанные с барьерами, о которых и вы говорили сегодня. И четыре свободы, которые на сегодняшний день являются символом нашего союза, а они как раз получат новое развитие в рамках договоренности, которые сегодня мы отфиксировали.